Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами 13 января 2022 года и это дневник Дакара. Сегодня 11 этап будет одним из самых сложных, но наши ребята... Наши ребята, как всегда, поднажмут и покажут хороший результат. Погнали! Сегодня в Саудовской Аравии кольцевой маршрут в Бише протяженностью целых 346 километров. Сначала маршрут пойдет строго на север из провинции Асир в Мекку. Дальше обратно на юг заездом в провинцию Риад. Заблудиться на первых километрах среди песчаных дорог внутри сухих русел рек и небольших извилистых каньонов так же легко, как свернуть не туда, на очередном перекрестке, где на многие километры вперед простирается одна пустыня. Сегодня точно нельзя предугадать исход гонки вокруг Биши. Он может абсолютно перевернуть всю таблицу гонки с ног на голову. Это будет, кстати, самый сложный в техническом плане этап последней части гонки. Автомобили проведут около половины этапа в дюнах всех форм и размеров, включая самые мягкие и рыхлые, которые только есть в этой пустыне, и самые сложные и тяжелые. Это будет последняя большая битва тех, кто устоял и уже очень близок к финишу. Долгое путешествие под названием Дакар длиной в две недели подходит к своему логическому завершению. Уже завтра станут известны победители и призеры гонки. А пока претендентом на награду остается удержать свои высокие позиции на одном из самых экстремальных участков 44-го издания ралли-марафона Дакар. Как готовишься? Ну, что идти первым, сам понимаешь, ну, это дело такое вот. Примерно пытаюсь представить, что будет, потому что мы здесь уже два года были, и в прошлом году в этом районе мы ездили по описанию, что будут разные формы дюна. Примерно есть представление, но так мысль на себе настаиваю, чтобы надежно, аккуратно проехать, может быть, использовать какие-то моменты прошлого, на котором там были сложные места, вроде низкие дюды, но машина очень тяжелая, поэтому будем смотреть, подбирать траекторию. Мысленно продумываю все, что буду делать, поэтому задачу на этап ставлю, и, ну, в принципе, спокойно готовлюсь, понимаешь, что все должно быть нормально, наш опыт должен нам всем помочь, поэтому надеемся, что все не сложится хорошо, и мы будем летать. Какой сегодня план вообще в целом? План ехать, ехать, только двигаться и не стоять, держать темп, тренироваться, потому что Дакар это тоже, хоть она и гонка ответственная, но это и тренировка, так как у команды очень мало в году соревнований, поэтому нужно использовать по максимуму все дни, ну, и привезти техническую информацию по новой машине домой, чтобы уже двигаться дальше, что усовершенствовать, что пробовать, поэтому для нас каждый день работа во всех направлениях. Как готовлюсь к этапу? Да просто настраиваюсь, наверное, морально, расслабиться, чтобы голова, наверное, была. Лишних мыслей не было, обычно самый лучший релакс у меня это сесть в кабину и так чуть-чуть подремать, но сейчас уже нормально, выспались, вроде спать неохота, так что просто расслабление. Как настрой на предпоследний этап? Какие планы на гонку вообще в целом? Обсуждали ли сейчас с командой, какая будет стратегия в последних двух дней? Все хорошо у нас, все, как сказать, по плану. Мы имеем хорошие позиции, в Абсолюте четыре первых места. Организатор такое слово «дженераль» называется. И самое главное, конечно, сохранить эти позиции. Я не думаю сейчас, что если очень быстро ехать, можно что-то отыграть, потому что разница во времени существенная. Но если очень быстро ехать, то можно совершить ошибку и потерять то, что имеешь. Поэтому, я думаю, все понимают, что нужно, может быть, даже ехать чуть-чуть с запасом гарантированно и привести эти результаты, которые мы имеем на сегодняшний день. Поэтому постараемся ехать, но, опять же-таки, быстро, потому что все же два дня остается. И лучшей подготовки спортсмена, как участие на Дакаре, каждый день проходя его трассы, не придумаешь. Поэтому будем все равно ехать быстро, но аккуратно. Экипажи команды «Камазмастер» к старту предпоследнего этапа создали комфортное для себя преимущество перед конкурентами. И в заключительные дни исключили риск в гонке. На первый план вышло надежное прохождение, а не погоня за результатом любой ценой. Сход в такой ситуации стал бы неприятным завершением изнуряющего марафона, в который на протяжении года вложили силы десятки членов команды «Камазмастер». На временной точке 43-го километра лучшее время показал лидер грузового зачета Дмитрий Сотников. Однако за спиной Димы развернулась настоящая битва за результат. Литовец Вайдотас Пашкевичус на дебютном Дакаре приятно удивил своей нацеленностью попасть в десятку сильнейших пилотов мира и уступил Сотникову всего каких-то 6 секунд. Высокий темп показал и Мартин Мацик, прибавляющий каждый год именно во второй половине Дакара. Рядом оказались и другие претенденты на улучшение позиций в итоговой турнирной таблице. Виктор Вэштейнен, Янус Ван Кастерен и Игнасио Касали. Как оказалось позже, это было лишь начало. В районе 30-го километра на грузовике Антона Шибалова возникнут технические сложности с выхлопной системой. Причиной лопнувшей трубы глушителя, скорее всего, стали сильные бездорожье и треска. На первой временной отсечке Шибалов стал из-за этого 35-м. Подсел на днище на высокой дюне Дмитрий Сотников. Выручать сокоманника вызвался Эдуард Николаев. Как раз это тот случай, который доказывает, что КАМАЗ-мастер в сложных ситуациях действует прежде всего как команда. Николаев, отстающий от Сотникова в генеральной классификации всего лишь на 10 минут, мог бы не останавливаться. Ставив решать вопрос с застреванием Сотникова, идущим позади экипажем Каргинова и Шибалова. Это сразу сделало бы Эдика лидером на грузовом зачете и практически обеспечило бы награждение шестым в карьере золотым бедуином с Дакара на финише в Джиде. Но экипажи команды КАМАЗ-мастер ставят командные интересы выше личных. Дальше по маршруту огромные дюны. И здесь ситуация кардинальным образом изменилась. Разрывы во времени между экипажами стали стремительно расти. А в лидеры выбился трехкратный чемпион Дакара в классе квадроциклов Игнасио Касали. Второй год подряд выступающий на грузовике ТАТО. Чилиц проехал второй отрезок на 5 минут быстрее Сотникова. Набрал ход Андрей Каргинов и Эдуард Николаев, поднявшиеся в топ-3 турнирной таблицы. Последующие 100 с лишним метров также дались не просто для всех участников ралли. Здесь включились в работу штурманы. В оставшиеся третьи дистанции небольшие и мягкие дюны в очередной раз изменили порядок в классификации этапа. Дважды на трассе простоял экипаж Касали, потеряв в общей сложности около часа. Воспользоваться осечками соперников смогли представители команды КАМАЗ-мастер. Эдуард Николаев финишировал с первым временем 3 часа 54 минуты 45 секунд. Андрей Каргинов уступил всего 15 секунд, 2 минуты уступил Дмитрий Сотников. Я думаю, что организаторы сегодня не обманули. Они так приготовили сегодня все на десерт. Я такого не помню давно, но очень сложный этап. Я думаю, это самый сложный из всех, которые были вообще на этом ралли. Второй день семейный подряд Ванденбриков финиширует один за другими. И впервые в истории сын Митчелл обогнал своего отца Мартиной с разницей всего лишь в 2 секунды на 346 километров спецучастка. В считанных секундах от 19-летнего пилота закончил гонку Паскаль де Барр и Ричард де Гротт. В генеральной классификации борьба за золотого бедуина серьезно накалилась. Сотникова и Николаева разделяют всего лишь каких-то 8 минут. Проехали практически все этапы. Остался последний этап. Как ведут себя шины? Шины ведут себя отлично, великолепно. Вот, я тут вот понесглазить завтра еще один день за всю гонку. Слава Богу, он не пробил ни одного колеса. У меня было на второй день гонки, но это не мой случай в камене. Так как многие знают, это у нас открутился демпфер рулевой, и он проткнул колесо. А так, не было ни одной замены. Все отлично, очень хорошие шины. На низком давлении в этот раз очень много приходилось ехать. И вот думал, взорвется, не взорвется. Но нет, выдержали. Спасибо нашим партнерам, компании Гудер, за отличные шины. Сегодня такой всегда осенний бивак. Вечер встречи. К другу все ходят, обмениваются кепками, футболками. Но сейчас, конечно, период ковида это значительно в разы меньше, чем раньше. Но, тем не менее, все равно приятно. В этом и дух гонки, дух соревновательности и человеческих взаимоотношений. Днем все бьются на трассах, сражаются, лежат на биваку. Здесь уже совершенно другая атмосфера. Дружеские, приятельские взаимоотношения. Другого, обменов, обмен. Впечатления. Классно. Обожаю роли-риттера. В пятницу гонщиков ждет заключительный этап Дакара. Самый короткий 164-километровый спецучасток, который выведет караван ралли, на берег Красного моря в Джиду. Именно туда, где две недели назад стартовал Дакар-2022. Друзья, большое вам спасибо, что поддерживаете нашу любимую команду. И не забывайте подписываться на наш канал. С вами был Богдан Балычев. И ежедневные дневники с Дакара-2022 команды КамАЗ-Мастер. Субтитры создавал DimaTorzok